Накануне все СМИ облетело новость, что 4 июня Алибасов отравился чистящим средством для труб, приняв его за сок. Его госпитализировали в отделении токсикореанимации ДНИИ скорой помощи имени Скайфосовского в Москве. Продюсер Барри Алибасов не заметил, что собирается выпить жидкость для промывки труб Крот, так как отвлекся на эмоциональный разговор со своим коллегой. Об этом пишет московский комсомолец. По данным СМИ, в день инцидента Алибасов работал в домашней студии над новой песней. Творческий процесс был нервозным. Алибасов спорил с коллегой по телефону о нюансах записи. Во время разговора студия была слабо освещена. 71-летний продюсер нащупал рукой оранжевую бутылку с кротом. Он принял ее за лимонад, налил в стакан, даже не прочитав этикетку, и залпом выпил. Алибасов по вкусу понял, что выпил что-то не то, и сразу же позвонил помощник. Скорую помощь вызвали быстро. К машине скорой он шел самостоятельно, хотя и при поддержке санитаров. Сын продюсера Барри Алибасов-младший заверил, что его отец выпил жидкость ненамеренно. Это был несчастный случай. По данным СМИ, жидкость оставили сантехники, устранявшие засор в трубах между двумя этажами квартиры Алибасова. Пиар-директор Барри Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что у продюсера диагностировали четвертую максимальную степень ожога от желудка. СМИ сообщали, что после нескольких дней в больнице Алибасов пал в кому. По словам пиар-директора, перед тем, как Алибасов был помещен в состояние медикаментозного сна, он подготовил завещание. Всю свою дорогостоящую недвижимость продюсер завещал своему сыну Барри, а права на музыку и бренд группы Нана ее солистам Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину. Остальные активы, в том числе ценные бумаги и соинвестиционные проекты, он оставил супруге Лидии Федосеевой-Шукшине. Также он просил помощника Сергея Мацаря следить за своим котом Чучей, чтобы с ним все было нормально. Пиар-директор также заявил, что появившиеся в сети множественные версии отравления Алибасова не соответствуют действительности. Продюсер мужественно переносит всю тяжесть болезни и очень хочет поскорее вернуться к работе. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok